Пожалуйста, предскажите. К сожалению, у меня этого списка сегодня нет, поэтому я прошу вас обратиться в Управление образования и для того, чтобы узнать, все какие кружки работают. Я знаю, что есть бесплатные кружки на территории 15 школы, поэтому вам обратиться и вам все ответить. Тем более у нас в наличии царей семьи, которые сегодня... Мы все в бесплатных кружках. Особая машина, конечно же, чем кружки. Они кружки, они спортом занимаются. Кружки там, может быть, здесь, в школе, туда-сюда. Адрес, пожалуйста, вы... А, проспект Мир, 17. Деморкеры? Деморкеры. Мы к вам придем. Деморкеры. Деморкеры. Вот, мы конкретно сказали, что у меня больше интересует. Наш, Ленинский район. Конкретно район Кузьмина-Кузьмина-Кузьмин-Салья, Дерский бульвар, дом 5. Больше интересует территорию автовокзала, значит, капельира, Дерский бульвар 3 и Дерский бульвар 5. И вот эта дорога, которую всю раз по осени разворотили, и что сейчас творится, и люди ползают буквально. Вот я вам советую после собрания пройти к этой остановке и попробовать пройти идут. Как бы вы не застряните, вы там встречаете. А у нас ходят дети, пожилые души. Вы сделаете автовокзал, чтобы люди могли добраться, чтобы было приятно пройти. Я говорю, кто у нас занимается с этой территорией? Какая управляющая компания? Нет, я еще ничего не создала. Вот у нас, я сейчас скажу, предолгаю территорию нашего дома 9 тысяч квадратных метров, да? Наш дом 1200 квадратных метров, да? Кого мы обслуживаем? Кто обслуживает эту территорию с 9 тысяч квадратных метров? Это надо взять в садик, в школу и еще все близко. И у всех такие территории. Кто получает эти деньги? А город в каком состоянии автовокзал? Это ворота города. Это беспредел. Ты давал, он меня все поддерживает. Спасибо. Я давно уже попросил от того, что вы сказали, что вы работаете там. Я долго работал в ЖКХ, я доработал в администрации Ленинского района. Здесь все серьезно там пройти, где-то там в Северске, там Шляпа, между лучшей общагой, там даже, а так по центру нормально. Спасибо, Россия. Которые на сегодняшний день нарушили наши любимые строители, наши любимые коммунальные предприятия, у которых подземная инженерная коммуникация. Ну и любимая доля из этого числа порядка 700 разрытий у наших коммунальных технологий, с которыми у нас на сегодняшний день по решению суда сторгается договор. План график, он сегодня подготовлен. Мы надеемся, что в течение летнего сезона 2018 все эти территории введем порядок. Насчет 9000 квадратных метров, которые обслуживают в Северске бульвар 5, у меня, к сожалению, таких цифр нет. Значит, сегодня управляющая компания отвечает только за дворовую территорию. На все остальные участки, которые сегодня находятся явно в бесхозном состоянии, город, администрация города выделяет денежные средства для того, чтобы эту работу проводили те подрядчики, которые выбираются и определяются на основании конкурсов районной администрации. Поэтому, Максим Анатольевич, я прошу разобраться в данном вопросе, про какие 9000 квадратных метров сегодня идет речь. И в рабочем порядке квартиры есть, можно встретиться и прошу в ней предоставить информацию. Пожалуйста, Юрий Алексеевич. Микрофон дадут, нет? Дадут, почему не дадут? Дадут, пожалуйста. Ну, я активно участвую в аналогичных мероприятиях, периодически задаю вопросы. Сколько вопросов сегодня? Сегодня, ну, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Смотрите, вот здесь территория рядом с Мадагаскаром, напротив Мадагаскара. В 2016 году проводились публичные слушания по развитию этого оврага. В этом овраге пытались построить, планировали построить ЭСН, компания, это майонезная, торговый центр. После наших активных уступлений, вот в том числе Вадим Николаевич здесь присутствует, каким-то образом все это приостановилось. Но, единственное, это все приостановилось, но там остался некрасивый заборчик, на котором периодически вешали наших товарищей депутатов, рекламу и так далее. Вот хотелось бы, чтобы узнать по этому забору и по развитию этой территории. Второй вопрос. Там котлова на гробах. Да, да, да. Вот товарищи местные жители тоже говорят. Второй вопрос. Буквально сегодня я с вашей организацией за вашей подписью получил письмо. Я обращался в интересах муниципалов, которые получили жильем по программе «Писеление из ветка аварийного жилья». По муниципалам. Не по собственникам, а по муниципалам. А именно проезд Соленое. Когда они все туда переселились, на дверях уже стояли домофоны. И все предполагали, да, что они за эти домофоны платить не будут. Сегодня из вашего ответа я понял, что собственники приняли решение в связи с криминогенной ситуацией установить этот домофон. Собственник у нас город. Соответственно, собственник не должен брать с муниципалов оплату за эти домофоны 1800 рублей, а взять на себя. Как он оплатил? Унитазы установлены, газовые плиты, обои 90-х годов и так далее. Следующий вопрос. Буквально это достаточно резонансный момент. В сети интернет, некоторые у нас источники озвучивают момент, связанный с проведением выборов 18 марта 2018 года. Проведение мероприятия 22 марта по итогам этих выборов. Концерт, так называемый, в Ледовом дворце. И закрытые вечеринки, на которые, я предполагаю, что вы тоже там участвовали, исполняли любимые песни «Желтый тюльпан» и так далее с Наташей Королевой. И вот, что самое интересное, буквально вчера вышла информация, что на сайте разместилась госзакупка на полтора миллиона. И кто-то опять хочет компенсировать эти затраты, связанные с проведением этого непонятного закрытого мероприятия. Еще четвертый, заключительный, возможно, вопрос, связанный все-таки с точной застройкой. Я не раз говорил об этом. Московский район точно застраивает сплошь и рядом. Бульвар юности 3, бульвар юности 9. Сейчас рядом с 27-й школой на месте, как его, бывшие теплицы хотят ватнуть 16-этажное здание. Беспредел. Ну, как такое? Школ нету. Ни в четвертом микрорайоне, обещают с 2004 года. Ни вот рядом здесь 40-я школа, да? Вот построили в микрорайоне Кувшинка, да? Скольки этажные здания? Ну, дорогая, 20-25 и так далее. Школа 40-я загружена. Скоро будут ходить в три смены. В три! А школу обещали, ее нету. Ни господин Лапшин, этот директор, это ООО-лидер. Никто. Все говорят, она все публичные слушаницы. Когда будет школа? Вот, по крайней мере, и на все остальные вопросы. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Я, Сергей Алексеевич, всегда самые наболевшие вопросы, которые мне так становятся трудно отвечать. Спасибо за ваше неравнодушное отношение к проблемам города Себастара. Я постараюсь ответить за эти вопросы, которые вы задали. На входе Педагаскара отец на развитие территории. Значит, к сожалению, я сегодня не готов на это ответить, но по ограждению, которые сегодня есть, да, там есть, были и, наверное, пока на сегодняшний день, рекламные, размещаться реклама разного рода, в том числе и коммерческая, в том числе и социальная. Она не размещается, просто трубы стоят уже полтора года. Что там была заключена и коммерческая.